Так, запись я включил. Всё, спасибо. Так, ну что, мы будем начинать. Я думаю, уже все, кто хотели, пришли. Кто может, те пришли, те, кому интересно. Так, давайте мы начнём об Инстаграме. Я думаю, уже Инстаграм есть у всех. Экран хорошо видно? Так, сейчас я включаю. Да, Юль, видите? Здравствуйте. Спасибо. Инстаграм установлен у всех. Теперь давайте поподробнее, что с ним и как делать. Но это вот кратко. Что такое Инстаграм, статистика, это я вам примерно то, что я хочу рассказать сегодня. Логин, это вы понимаете, то имя, которое у вас написано, которое вы вводите. Пароль, это всё обязательно нужно себе записать, выписать. И есть такие нюансы ещё в Инстаграм. У меня лично такое было, когда меня взломали. И в моей переписке у меня на глазах пишут другому человеку, вы извините, я зашёл в ваш аккаунт, вы его взломал. Я была вообще честно в шоке от такой новости. Такое у меня было впервые. Поэтому взламывают всё. Потом, если они успеют, они поменяют у меня ещё одну страницу. Увели. Я её уже восстановить не могу. Поэтому обязательно сделайте подтверждение на e-mail, на телефон, и прикрепить там есть к Facebook. Но пока это вам только вы запишите, потом мы попозже, я вам покажу, что это и где. Я вам просто, чтобы вы понимали, что можно потерять свою страничку. Это происходит даже у миллионников, у блогеров, когда им приходится потом долго и нудно восстанавливать, доказывать Инстаграму. Это всё у кого-то два месяца, у кого-то три, у кого-то даже было полгода. Поэтому восстанавливать очень долго. Покажу вам ещё один такой интересный Инстаграм-визитку, как можно передавать быстро и красиво свой аккаунт, чтобы люди другие могли к вам быстро подключиться. Описание аккаунта, публикации, фото, текст. Что значит вот пост? Многие спрашивают, что такое пост? Вот когда мы видим ленту, это наше фото плюс текст, это и есть пост. Осторис, это у нас отдельная будет история, актуальная, и ГТВ. Это вот чтобы вы понимали вообще сами слова, которые там используются в Инстаграм. Прямые эфиры уже некоторые знают, проводят. Хэштеги. Это вот такие крестики-нолики. Через них мы можем искать то, что нам необходимо. Для чего? Вот очень многие сейчас ищут не через Google, не через Яндекс, а большая часть молодежи, они заходят в Инстаграм и ищут. Вот если нужно, например, доставка букета, вводят доставка букета. Так, сейчас, секунду, я хочу попробовать убрать. Ага, не получается. И они ищут эту доставку букета, вводя через хэштег. То есть букет, доставка и город. И тут же находят живых людей, магазины, которые занимаются доставкой, платные, бесплатные. Они там видят варианты букета. Также покупают и косметику. И очень много всего. Так, вот это, Игорь, почему-то у меня не отодвигается. От Адвенти, это, и они не отодвигаются, а у нас переходит в другой режим. А, ну это да, сообщение, как у Лены сегодня было. Я не знаю, что это такое. Первый раз я вижу, зум опять обновился. Написано, что от Адвенти, ну, может попробуйте от Адвенти. Не двигается? Угу. Нет. Вырезает только у меня из этого, и всё. Ну ладно. Будем как-то с этим жить, ничего страшного. Я надеюсь, оно не будет сильно мешать. Итак, зачем нам нужно вообще находиться в Инстаграм? Это я нашла вот такую красивую картинку, но потом уже посмотрела на цифры и увидела, что это старые цифры. Это по России. Вот смотрите, это где-то 17-18 год, потому что на данный момент в Инстаграм зарегистрированы около 40 миллионов человек. Можете себе представить? Это только Россия. 40 миллионов человек. Вконтакте уже около 20 или 30 тысяч. То, что я сегодня смотрела, в Одноклассниках около 40 миллионов. Вообще Инстаграм занимает пятую позицию по активности. Это после Facebook, после YouTube, после WhatsApp и после Facebook мессенджера. Я думаю, вы знаете, что такое мессенджер. Это то, где личные сообщения Facebook, которые они сделали отдельно. Площадку Инстаграм уже давно выкупил Facebook. Поэтому мы обязательно должны... Татьяна, спасибо. Мы обязательно подкрепляем Инстаграм к Facebook. И можно сделать так, что ваши публикации будут сразу уходить из Инстаграма в Facebook, хотя это не всегда есть хорошо, потому что лучше, чтобы делать публикации отдельно в Facebook. Вам вот эта картинка нравится? Вот просто для себя, чтобы вы посмотрели, какое огромное количество. Зачем нам нужно создавать свой YouTube-канал? Для чего нам Инстаграм? Для чего нам соцсети? Вот на данный момент, если мы касаемся вообще интернета, один миллиард людей используют Инстаграм ежемесячно. Представляете, это в мире. Если мы смотрим вот сторис, о которых мы говорили, 500 миллионов пользователей смотрят Инстаграм сторис каждый день. 500 миллионов. Поэтому вот здесь мы по-любому можем найти то, что будет нам интересно, кому там будем интересны мы, и для чего мы это будем все писать и использовать. Поэтому Инстаграм необходимо развивать обязательно. Итак, вот это будет мешать, но уже не буду ее отодвигать. Сейчас давайте включаем сразу свои телефончики, чтобы мы смотрели на экран, и будем сразу смотреть, что у нас где находится. Вот эти кружочки, вот которые я показываю, это наши сторис. Это уже многие знают. Вот большая часть населения просматривает как раз сторис. Если у нас много подписок, вот лента, то есть фотографии, которые появляются, людей, на которых мы подписаны. Человек опубликовал пост, мы его видим. Но опять мы можем видеть его не сразу, а только после того, как умная лента нам его покажет. сторис вверху. Вот это, это наши директ, сообщения, то есть везде, где личные сообщения, в других местах, они в Инстаграм называются директ. Вот это, это когда мы входим, первоначально, когда мы открываем нашу страничку, вот этот домик, это наша главная страница. вот это, это идет лента подписок людей, на которых мы подписаны. Вот эта стрелочка, это идет поиск. То есть если мы нажимаем на вот эту луку, у нас открывается вот такая страница. Я могу включить туда. Людмила, отключите, пожалуйста. Я там точно так же не работаю. Людмила Бекарец, отключите, пожалуйста. Что было уехать? Угу. Спасибо. Смотрите, умная лента срабатывает и здесь. Перед тем, как я вам делала скрины, я посмотрела несколько упражнений, которые мне потом вылились вот здесь в поиске. Поэтому все, что мы смотрим, умная лента уже будет подбирать для вас, именно лично для вас, то, что вам интересно, то, что вы искали, то, что вы смотрели. Вот сюда, вот где лупа, мы можем нажимать пальчиком и набирать то, что нам интересно. Можно через хэштег. Вы можете даже просто вбить, вот хэштег набрать или просто написать вивасан. Вы увидите посты и людей, которые там появятся. вот поиск. У вас появляется клавиатура, на которой вы набираете и здесь все появится. Так, дальше, что мы делаем? Так, назад мы здесь уже, вернемся, вернемся. Вот здесь, видите, вот этот крестик внизу, слева на картинке крестик. Когда мы хотим сделать публикацию поста, мы нажимаем на вот этот крестик. Что у нас в итоге появляется? У нас появляется вот такая картинка, где мы выбираем из галереи, если у нас уже готовые фотографии или обработанные в конве, сделанные, мы выбираем из галереи то, что нам нужно. Либо, вот есть еще, видите, фото и видео. вы можете сделать тут же фото и тут же сделать видео. Но я рекомендую все-таки делать, обрабатывать фотографии и уже готовые загружать из галереи. То есть, вот здесь мы выбираем. Так, сейчас еще покажу. Видите, вот эти значки. Это бумеранг. Это то, когда у нас картинка двигается. Это будет как мини-видео. Это мы можем сделать, загрузить как калаш. Там выбирается несколько фотографий у вас. Либо, когда, я думаю, вы все видели, когда открываете один пост, а в одном посте несколько фотографий. Вот там можно до 10 фотографий загрузить сразу. Каким образом это сделать? Так, сейчас я прощелку. Ага, ладно. будем по порядку, потом я вам расскажу. Вот именно о посте, как это делать. То есть, вот здесь, вот это, значок. Нажимайте значок, и он вам будет давать загружать несколько фотографий. так, следующее, что у нас. Это мы разбираем сейчас вот эту нижнюю строчку. Вот это, нажимая сердечко, вы видите, кто лайкал ваши фотографии, кто отвечал на ваши комментарии, либо делал комментарии под вашими фотографиями. Обычно, вы знаете, вот в Инстаграм используется каким образом. Отлайкали ваши фотографии, отлайкайте и вы. То есть, здесь как бы взаимоподдержка. Многие почему так привлекают к себе на странице подписчиков. Они заходят и лайкают, но с лайками нужно быть аккуратными, потому что, если вы сразу сделали 100 лайков, например, вас могут уже забанить. поэтому делаем какой-то период времени, делаем перерыв, там, хотя бы 5-10 минут, потом можете еще это делать, либо это делается там 15-20 лайков в час, потому что за это могут вас, ну как, не забанить, вы не лишитесь аккаунта, просто вы не сможете лайкать, вы будете нажимать на сердечко, а оно будет отскакивать. Вот такое может произойти. То же самое с комментариями. Я когда увлекаюсь отвечать под постами, когда начинают активно писать, я отвечаю им, также делаю для них, например, как бы обратное, и все, здесь понеслось. Я уже их перестала считать, и мне просто делают бан. Могут сделать на час, могут сделать на три, могут быть на сутки. Поэтому вот здесь тоже нужно быть аккуратными в комментариях, в лайках, поэтому делайте перерыв постепенно, не все сразу. Так, когда мы переходим, нажимаем на вот это, вот видите, в нижнее, справа, это ваш аккаунт, то, что видят люди, когда переходят. Обязательно фотография, должно быть лицо, потому что она очень маленькая, ну видите, как бы здесь, да, оно маленькое, если вы стоите где-то далеко, либо какая-то картинка, собачки, кошечки, цветочки, мы однозначно исключаем. Когда человек стоит даже весь рост, его просто полностью не видно. Вот здесь мы можем тоже что увидеть? Сколько у нас публикаций? Сколько подписчиков? То есть, что значит подписчики и подписки? Подписчики – это люди, которые подписываются на вас. Подписки – это то, на кого подписались мы. Что мы смотрим? Вот сегодня вы уже на марафоне были, вы уже это слышали, потому что очень часто такое бывает, особенно на начальном этапе аккаунта, как бы открываешь страницу, там сразу уже можно все увидеть. Люди пытаются подписываться в большом количестве, либо начинают запускать программы, и там у них, например, может быть даже тысяча подписчиков, а подписки идут и 4, и 5 тысяч. Ну, это сразу видно, что это нездоровый аккаунт, он пытается раскрутиться за счет взаимности. Поэтому вот здесь подписки, даже если у вас в большом количестве есть, отписываться сразу от большого количества тоже нельзя. Это делать можно постепенно по 10, по 20 человек. Это в сутки до 100 подписок максимум. То есть отписаться от тех, на кого вы подписаны, иначе это тоже может быть бан. То, что у нас идет, вот смотрите, Юлия Сафонова это то, что видно людям, когда вы им пишете. Здесь вы можете писать то, что вам удобно. Но как бы я писала это для того, чтобы моим людям быстро говорить, и они меня находили. То есть если в поиске написать Юлию Сафонова, я там выскакиваю, потому что оно стоит именно в этой строчке. То, что выделено ароматерапия, бизнес, и его сам, это как бы я для себя выбрала те слова, которые ключевые. Для меня это важно, потому что, во-первых, люди, те, кто ищет Вивасан, они могут найти, кому интересен бизнес, кому интересна ароматерапия. Здесь каждый уже выбирает, если это доктор, он пишет, доктор, врач, там как бы сразу используют, тоже в этой строке. Можно использовать в описании даже хэштеги. хэштеги, они тут работают, они будут тоже к вам привлекать людей, поэтому вот это актуально можно использовать. Здесь нужно учитывать, что есть определенное количество символов, здесь мы не можем написать то, что нам хочется в большом количестве. Вот я вам сейчас не подготовила сразу, не была, но там как бы когда вы пишете, оно уже видно, что там идет ограничение. Юля, прости, можно вопрос по ходу? Вот Вивасан ты пишешь, но все-таки говорили, что название фирмы лучше не указывать. Смотрите, вы знаете, здесь я была на многих обучениях, я не хочу ни о ком говорить, тут как бы каждый выбирает свое. Я пишу очень много о Вивасан, и изначально у меня было то, что я собирала людей из разных городов, сначала подтягивала, и у меня везде идет Юлия Сахтова Вивасан, понимаете, поэтому у меня вот это сочетание в Фейсбуке, оно везде подтягивается именно с вот этим, и для меня это... Ну нормально, это отработанный, это и есть бренд тогда получается, понятно. Да, но я беру свое, как бы, вот понимаете, личный бренд, я использую свое имя, фамилию, и тут же использую Вивасан. Потому что есть в интернете люди, которые кто-то где-то покупал одно какое-то наименование, они начинают искать и они не находят, понимаете. В интернете тоже вот многие, почему сейчас очень многие сайты, они не работают, потому что там нет человека, люди боятся покупать, покупают, конечно, но они хотят покупать у человека, они хотят консультироваться. вот если вы купили на сайте эфирные Москва, кто вас будет консультировать? Там вопросы задать невозможно, причем мне иногда приходят люди, которые покупают там два-три наименования, потом где-то еще покупают и опять возвращаются ко мне консультироваться. Только потому, что они меня знают, они за мной наблюдают, у меня так была одна дама, она мне сама потом написала, я за вами год наблюдаю, вот я хочу подписаться к вам в компанию. Можно? Можно, конечно, почему нет? Вот именно для этого нужны посты не только о постоянной продукции, там должен присутствовать человек. Мы можем писать то, как мы это применяем, как мы это видим, мы несем свои ценности. Понимаете? Потому что если там кто-то где-то новый, простите, за сленг бухает, это мне не близко. Я не хочу подписываться и что-то покупать у этого человека. И точно так же у многих срабатывает это. Поэтому здесь каждый в любом случае выбирает тот, кто близок к ему. И работает это таким образом. Мы же тоже подписываемся и наблюдаем, там смотрим у кого какие посты, читаем тех, кому нам приятно смотреть. Если нам человек не панирует, мы будем за ним наблюдать, нам это неинтересно. И то же самое будет с нами. Поэтому смотрите, когда вы те же посты, не нужно только постоянно говорить о продукции. это должно перекликаться с вашим укладом жизни, с вашими ценностями, с тем, чем вы занимаетесь, с вашими хобби, что вам нравится вообще делать в те же даже рабочие моменты, чем вы занимаетесь в выходные, какая у вас семья. Это, знаете, как мини-сериал. Я была на одном обучении у Нестеренко, там больше был как марафон даже, и там было такое, что нужно было утром, обед и вечером выкладывать фотографии. Это длилось три недели, и когда это все закончилось, это был кошмар вообще. Это утром встаешь, ты не успеваешь не умыться, ну, как бы умыться успеваешь, накраситься не успеваешь, и ты с будильником должен сфоткаться и показать это, и выставить. Вы знаете, люди потом уже после трех недель мне писали, а когда будет продолжение сериала? Потому что за вами по-любому начинают наблюдать, когда вы что-то делаете неординарно, так как многие. Вот почему? Мне очень нравится Николай Васильевич, он утром обязательно вот сейчас для себя ведет эфиры. Это по-любому будет притягивать определенную категорию людей, которым актуально. Есть те, которые ведут бизнес-завтраки, кто-то в 6 утра, есть занятия логопедов, которые проводили в 6 и в 7 утра, пока чем-то были заняты. Поэтому вот это, это можно все нести. И здесь нужно какую-то выбирать свою фишку. Понимаете, это тоже будет работать. Я почему? Я когда еду, я тоже иногда снимаю, потому что мне начинают так, куда ты ездила? Начинают писать, спрашивать. Не только вот у Жанет я видела тоже классно, когда пробежка, там, где-то вы гуляете. Это то, что мы, Инстаграм, это вообще соцсеть, которая любит выставлять своим селфи. То есть, чем человек занят на данный момент. Так, еще по описанию. Смотрите, вот у меня, почему я подтянула, как бы здесь, эту активную строчку тоже можно использовать по-разному. Но я указала, как бы, свой офис, где я нахожусь, чтобы тоже подтягивать тех людей, которые рядом. Вы это можете тоже указывать. свой офис, либо там у Браяны можете посмотреть, она тоже делала, по-моему, там тоже много чего можно указать в эту активную строчку. Ее использовать не обязательно с адреса. Так, топлинг, вот по топлингу мы уже говорили. Это я, наверное, тоже топлинг оставлю на следующий раз, чтобы подробно объяснить, потому что, как бы, здесь много нюансов оказалось. Так, теперь смотрите. Вот ароматерапия я вам показывала, что мы где прописываем. Когда вы открываете, вот у вас появляется, видите, редактировать профиль. Вы нажимаете на вот это редактировать профиль, и вот вы сможете прямо посмотреть и для себя прописать. Первая, вот эта строчка, это то, что будет у вас вот здесь, видите, ароматерапия, ароматерапия. Это то, что будет большими буквами, самая основная цель ваша. Будет показывать что-то, то есть вы должны расшифровать, чем вы человеку интересны. Потом это ваш логин, который у вас есть, активная ссылка или ссылка на сайт, она называется, по-моему. Здесь можно, почему использовать хорошо топлинг? Потому что там можно использовать несколько активных ссылок и вставить в одну эту ссылку. То есть нажимая человек на топлинг, у меня там уже активный профиль и переходы в несколько соцсетей, в том числе в WhatsApp. То есть человек нажимает в WhatsApp, и он уже у вас в WhatsApp, он пишет вам сообщение. Потому что, ну как бы начнем с того, что сейчас большая часть ленивые люди, они не хотят переписать. Вот у нас указан телефон. Вот если вы здесь нажмете там, например, или у меня, или у кого-то посмотрите. Да, я там указываю номер телефона. Для того, чтобы позвонить, это нужно выписать его или заглядывать туда несколько раз, чтобы набрать телефон и позвонить. А так можно нажать на топлинг, нажать на WhatsApp и тут же перейти ко мне, например, сразу в прямые сообщения. Так, так, что у нас здесь еще? Юля, можно, Юля? Да, да. Вот я скачала этот топлинг, а он у меня не работает. Что я там не так сделала? Вы знаете, его можно даже открывать на компьютере. Вы, смотрите, открываете, можете перейти на мою страницу, нажимаете на эту активную ссылку топлинг, доходите до конца и в конце там тоже будет ссылка. Нажимая на этот топлинг, там есть такое, что можно зарегистрироваться. Вы зарегистрировались, потом вы можете на компьютере спокойно выйти. А если мы сейчас возьмем телефоны и все это проделаем, или потом нам, как вы, девочки, считаете? Татьяна, смотрите, там для того, чтобы в топлинг все вставить, вам нужны готовые ссылки. Это нужно подготовить все, что вы туда хотите написать. Там можно описание подготовить, это может быть как ваша мини-страничка, на которой будет описание и на которой будут готовые ссылки. Юль, а сайт-визитку туда можно поместить, который мы делали? Ну вот мы с Игорем это обсуждали, да, можно. Там вообще не важно, у вас может быть свой сайт, вы можете туда, понимаете, здесь тоже нужно щупать, потому что у вас может быть много людей, которые заходят, может быть никого не быть. Поэтому вот это тоже можно, как бы, знаете, мы щупаем, как люди щупают нишу, так мы здесь тоже щупаем все, потому что описание я тоже меняла несколько раз. Я периодически его опять потом буду менять, потому что что-то на данный момент вы написали, потом вам не понравилось, вы переделали. Поэтому вот здесь ничего страшного, мы просто нажимаем редактировать профиль и изменяем то, что для нас актуально. Это можно менять, ничего страшного и ужасного. Единственное, конечно, логин, так как если вы еще нигде его не разбрасывали, вот этот логин, либо имя фамилия, ну лучше использовать, конечно, имя фамилия. Просто я когда регистрировалась, это еще было, не знаю, наверное, в 15-м году, уже оно было занято, поэтому я решил адресовать только одну циферку, один, чтобы было не замарочно слишком, чтобы потом его само еще запомнить и можно было вводить. Поэтому вот имя проработайте, посмотрите, как вы будете себя называть вот здесь в аккаунте. Его можно менять, можно менять несколько раз, но если вы его один раз уже сделаете, вы его будете потом использовать. Юль, а обязательно вот эту точку убирать? У меня уже столько лет она стоит, и мне она очень нравится, Тамара Черемина, но писать вот это же длинное или нижнее подчеркивание, это громоздка, я не понимаю, что за правила появились. Вы знаете, здесь постоянно что-то меняется в Инстаграм, постоянно, потому что начали уже очень давно говорили о том, что будут отменять лайки, чтобы их не было видно, то есть вы будете видеть какое-то количество, но конкретно вы не будете видеть, и люди, которые переходят, не будут видеть, сколько лайков на какую страничку, на какую пост поставили, на какую фонку. Это протестировали в нескольких странах, у людей пошел спад, им стало неинтересно, и вот я думаю, что это через какое-то время, сейчас после тестирования, они все-таки отменят. Юля, вот еще вопрос, Юля, еще вопрос, я фото поменяю, допустим, название, то есть никнейм, это каким-то образом повлияет, люди могут меня потерять, или это процентное отношение не так? Если ты у них подписана, нет, они на тебя подписаны, они никуда не денутся. Кстати говоря, и вот название, точку меняю на нижнее подчеркивание, это поменяет что-то в моих подписчиках? Нет. Нет? Нет. Нет. Они останутся у вас, никуда не денется, обнуление не произойдет, не переживайте насчет этого. Понятно, спасибо. Так, еще что я вам хотела вот здесь, так, кнопки, способы связи, так, Дикт, я думаю, вы уже это знаете, но как бы я вам решила показать на всякий случай, Директ это наше личное сообщение, то, с кем мы общаемся, кто вам пишет, кому вы, даже если вы кому-то ставите там какие-то смайлики в сторис, они у вас все равно попадают в Директ, и это будет у вас в сообщениях. Если вы в сторис упоминаете кого-то, через собачку используете этот никнейм, он тоже, этот человек видит оповещение именно в Директе. Вот если вы обращали внимание или еще такого не происходило, обратите внимание, это будет как у вас в переписке. Там еще можно делать основную и общую группу. Тут уже как бы, что вам удобно. Юля, а что такое общая, основная группа, какую делать лучше, или как разделять их? Смотрите, вы в общую можете, например, вносить клиентов или в основную то, с кем вы либо общаетесь, потому что я вам перечень не могу показать, он огромный, реально, потому что найти иногда человека там уже очень сложно, еще и вспомнить, как его зовут, особенно если он что-то у вас спрашивал, это просто сложно. Я почему спрашиваю, Юль, у меня сейчас происходит, мне кто-то пишет, а я не вижу, они мне пишут, а вы не видите, не смотрели, я действительно не вижу. Вот поэтому я директы открыла, вот видите, у меня написано более 9 запросов. У меня просто попало в какую-то папку, я машинально там лайкнула, а я не знаю, смотрите, я поняла, Людмила, иногда, если вы с этим человеком еще не переписывались ни разу, он вам в инстаграм пишет, он у вас не попадает ни в основную, ни в общую, у вас это будет вот здесь, вот видите, вот здесь запросы, это нужно нажать сюда на эти запросы, вы увидите там целый список, и вам инстаграм предлагает переписываться, его добавить, удалить или заблокировать вообще, чтобы, ну, потому что там спамы очень много присылают, поэтому спамы везде есть, вам будут... Юля, вот это более 9 запросов, это то же самое, когда я иду к себе, но он вносит там, где общая лента идет, и у меня справа вверху, он красным идет, да, цифра вот эта, запросы. Нет, это не это, это в директе, это все у нас в директе. В директе, да. Смотрите, это когда мы открываем... Они висят у меня как бы, если я там не определил, куда мне с ним, что с ним в запросах ответить. Висят, да, да, они в запросах висят. И пока их не заблокировали за спам, они будут там висеть. Так, потом смотрите, вы в сообщениях можете так же записывать и голосовые, и видео сообщения, поэтому иногда, когда человек с вами только начинает общаться, либо что-то спрашивать по продукции, вы можете взять и записать, и там просто нажимаете пальчиком и задерживаете на этом кругляшочке, и записывается видео. То есть, вас человек уже конкретно видит, что это вы, что вы соответствуете той картинке вашему аккаунту, что это не какой-то там, знаете, лохотрон, что вы реальный человек, а не бот даже. Это тоже иногда важно. Так, потом смотрите, когда вы нажимаете вот на такую штучку, вот, видели такое? Девочки, скажите, пожалуйста, и мальчики, музы и музыки. Да, видели, видели. Вы это на телефоне сейчас вообще открываете, смотрите? ну да, конечно, вот сейчас пытаюсь найти, я просто почему вам и говорила, чтобы я, почему все это сделала, чтобы если что-то где-то непонятно, вы меня останавливаете, я буду вам разъяснять, пояснять, потому что я специально скрины наделала, чтобы показать вам вот это, как это, что внутри происходит. Ну да, в правом верхнем углу вот эти линеечки. Так, вот вы вышли на архив статистика вашей действия, инстаграм-визитка, сохраненная, это все видят? Да. Вижу. Так, смотрите, архив. Что это значит? Инстаграм не любит, когда удаляют фотографии. Если у вас что-то пошло не так, или вы там захотите потом выстраивать красивую себе страничку и делать там, ну, по-разному делают. Делают там, например, в ленте, чтобы было там с одной стороны одно, с другой стороны другое, посередине третье. Например, слева будут только ваши фотографии, там посередине что-то о продукции, справа будет еще там какая-то другая тематика. Тут вариаций очень много. Кто-то принцип номино делает, кто-то делает целую картину, прямо открываешь, а там панно. Такое тоже можно, можно делить и потом загружать в форму фотографии, и оно у вас будет складываться вот в такой красивый пазл. И когда переходишь на вашу страничку, у вас там будет все это четко, красиво, ярко, будет разделенное. Но я вам честно скажу, это заморачиваться очень долго с этим. Есть специальные программы, которые вам будут делать такие вещи, которые делают там на 9 фотографий, например, какую-то фотографию разбивают. и у вас будет понимание, что вы выставляете сначала нижнюю, она будет справа, потом будет у вас посередине, и вот так ваш пазлик начнет, знаете, вот так складываться, и будет общее это панно. Но это вот, если хотите прям заморочиться и сделать что-то красивое, так тоже можно. Статистика. Статистику вы сможете видеть, если вы переключитесь на бизнес-аккаунт. Ну, тут ваши действия. Сейчас я вам расскажу об этом дальше. Так, что очень важно. Когда у нас мало подписчиков, во-первых, мы можем приглашать своих друзей. Вы можете нажать на настройки. Так, сейчас верну. Вот видите, внизу вот здесь настройки. Видите? Вот весь этот список и внизу есть настройки. Мы нажимаем на настройки и у вас появляется вот такое. Приглашайте друзей, подписывайтесь на них. Когда мы нажимаем, вот мы на вот эту кнопочку нажали, у вас есть подписаться на контакты, пригласить друзей через WhatsApp, пригласить друзей по электронной почте, по SMS, и так-то-то-то-то, много всего. Можно пригласить друзей с помощью, и у вас открывается вот такой длинный перечень. Ну, это вот то, что у меня открылось. Вы можете через WhatsApp сбросить им ссылки. Это как бы, понимаете, это не спам. Ваша ссылка человек откроет и попадает на вас. Вы можете какой-то подготовить текст, плюс к ним на эту ссылку и писать текст. Я теперь в Instagram. Если вам там интересно, подписывайтесь, будет много всего нового и интересного. То есть, таким образом, вы увеличите количество своих друзей. Друзья, они по-любому подпишутся. Они будут вас поддерживать, ну, хотя бы иногда будут смотреть или ставить лайки. Потому что, вы знаете, мне так нравится, когда загружаешь видео, там по-любому видно, сколько человек посмотрела. И лайки от этого количества всегда очень сильно отличаются. Потому что, если видео посмотрели 300 человек, лайков может быть 70, 80 или максимум 100. Сейчас лайки вообще люди не хотят ставить. Они просто посмотрели и пошли дальше. Поэтому на лайки, если там где-то мало поставили, не переживайте вообще. Это, в принципе, не имеет значения. Потому что, очень много людей, которые у меня даже подписывались, они не всегда реагировали. Я их не видела вообще, что они там существуют. Но как бы, когда их уже много появляется, ты уже там каждого как бы не контролируешь, кто у тебя есть, подписался, кто нет. Это причем, вот у меня сейчас осталось 3700 с лишним человек. У меня было 4400 подписчиков. Пока я была чем-то занята другим, как бы я Инстаграм перестала продвигать и им заниматься. У меня просто люди отписались. Вот 4400, представьте, осталось 3700 с чем-то. Поэтому вот это не тот показатель. Не нужно из-за этого переживать. Ну это, знаете, как бы дело наживное, ничего страшного. Потому что тогда у меня были каждый день посты, каждый день разные хэштеги. Где-то у меня были взаимодействия там с разными другими людьми. Причем, вот смотрите, очень классно, что вы можете проводить прямые эфиры с разными людьми. Опять-таки, выбираем целевую аудиторию. С целевой аудиторией нужно понимать, как работать. Если мы берем целевую аудиторию, вы выбираете плюс 7-10 лет максимум. Потому что то, что интересно девочке в 25 лет и девочке в 35 лет, вы понимаете, это абсолютно две большие разницы. Та же девочка, которая в 45 и в 55, это разные абсолютно видения. Поэтому вот здесь определитесь, это реально важно, потому что вы будете отталкиваться от того, какие у человека интересы, что ему интересно. И поэтому мы делаем посты. Любой пост это тоже прощупывание человека, прощупывание отца, что им интересно. А когда мы не знаем, что, мы можем также в сторис задавать вопросы, мы можем посты публиковать и задавать вопросы, чтобы понимать, что людям вообще нужно. И они прекрасно отвечают на эти вопросы и сразу вам становится ясно. Так, вот с этим вам понятно? Скажите мне, пожалуйста, что мы можем, вот у вас сегодня задание будет, хотя бы десятерым отправьте свою ссылку через то, что вы можете отправить, любой вариант, ватсап, вайбер, там кому-то в одноклассники. Вы это можете сделать? Юля, спасибо за подсказку, круто. Спасибо. Причем, вы знаете, это можно и по электронной почте, если вы собирали контакты людей, вы туда можете все свои, я раньше всегда делала рассылку и в конце в электронной письме, в электронной почте перечисляла. Я, вот как Игорь делал все, вот так, вы можете то же самое. Я в инстаграм, ссылка, я в ВК, ссылка, я в ПВ, ссылка, я в Одноклассниках, ссылка, Ютуб канал, ссылка. Людям уже, если им это нужно, если им это интересно, они по-любому туда перейдут. Поэтому вот это, это обязательно нужно использовать. А здесь уже кому, ну, сначала пробуйте хоть что-нибудь и обращайте внимание, вот можете прямо сегодня сделать, открыть свой аккаунт, сейчас вернемся, вот, вот, вот такая страничка. Сделайте скриншот, подпишите себе, какое сегодня число, и если вы будете проявлять какие-то активности, насколько количество ваших подписчиков изменится. Оно по-любому изменится. Просто, когда мы ничего не делаем и загружаем то котиков, там, то еще что-нибудь пустая, вот я почему загружаю по продукции, потому что я знаю, что там люди есть, те большая часть, которым она интересна, потому что я в сторис, когда появились спреи для ванны, я просто побрызгала ванну, обычно правой рукой стирала, левой записывала, и я это запустила просто в сторис, понимаете, вот это видео в мессенджер тоже я загрузила и в ватсап, через час у меня купили 10 спреев, это вот, понимаете, это вот что значит, я никому не звонила, они сами звонили у меня и спрашивали, а что это такое, чем ты мылова, ну расскажи, что это такое, люди вообще даже, когда мы им говорим, они не всегда слышат нас, какая продукция есть, а у нас же тут, если Остапа понесет, то мы же остановиться не можем, если нам сказали, что нужно это, человек не помнит, что ему еще, кажется, и шампунь для головы нужен был, а что у вас есть шампунь, а что у вас есть краски, и вот здесь мы можем, в соцсетях мы об этом можем говорить, и когда у них есть время, они то увидят, то слышат, посмотрят, понимаете, поэтому те же спреи и все остальное также может идти. Так, возвращаемся к нашим баранам, так, вот это вы поняли, примерно, что можно использовать. Для чего вообще количество подписчиков? Когда люди переходят и видят маленькое количество подписчиков, для них это вот, знаете, как-то как щелкает в голове, наверное, здесь мало интересного, и они не думают о том, что там пока еще человек только начинает развивать аккаунт. Каким образом это можно посмотреть? Как бы, когда вы чуть-чуть вот будете разбираться в Инстаграм побольше, вы увидите, что там количество публикаций и количество подписчиков, это вот примерно это соотношение, оно где-то плюс-минус в 10 раз, оно вот так и идет. Поэтому смотрите, чем больше у вас будет публикаций различной тематики, не зацикливайтесь на одном никогда. Здесь должно быть много всего. То есть то, о чем я вам говорила, мы транслируем и свою жизнь, и свои какие-то принципы жизни, и то наше питание, причем рецепты здесь тоже заходят на ура. Особенно, Женет, вот твоя тематика, она реально пойдет. Просто начни об этом это транслировать и это писать. Поэтому здесь много всего интересного. Так, еще есть вот синхронизация контактов. Если я не подключаю, потому что там у меня в контактах ужас-ужас, и тогда это будет много всего. Вам я это рекомендую сделать, потому что как бы вам сейчас нужно увеличение. Когда вы вот это, подвинете вот эту кнопочку, у вас подтянутся сюда все ваши контакты, вы на них подписались, они зашли. Но опять-таки, смотрите, чтобы люди поняли, что они перешли на ваш аккаунт, там есть ваши фотографии, а не зайчики, котики, мышки и что-то еще. Если там еще ничего вашего нет, то хотя бы загрузите фотографию, чтобы было видно, что это вы, а, они зашли, а, да, это я знаю этого человека, я подпишусь. Если этого человека не знают, люди не всегда будут подписываться. Если там нет, то есть связанной информации, которая указывает на вас. Если там нет имени, фамилии, поэтому вот как бы имя, фамилии тут тоже палка двух концов. Так, еще про архив я говорила. Фотографии Инстаграм не любят, когда удаляют. Если вам что-то не понравилось, там в постах справа вверху будет на каждом посте есть три точечки. Вы можете нажать на эти три точечки и там будет такое или архивация, или заархивировать, что-то связанное с архивом, однокоренное слово какое-то. Когда вы архивируете, оно у вас исчезает из ленты, то есть этого поста у вас, этой фотографии видно не будет. Потому что пока мы пробуем, пока вы будете там что-то тестировать, где-то что-то там не получилось, ничего страшного. Поэтому не бойтесь, не удаляйте его, а просто заархивируйте. Это тоже важно. Так, личная т-т-т-т-т-т. Вот, вот что важно. Переключиться на личный аккаунт. У меня это стоит так, потому что я переключила на бизнес-аккаунт или бизнес-профиль. Я уже не помню, не стала переключаться. Что это дает? Юля, можно вопрос? Юля, вопрос. Можно? Вот мы вчера, допустим, выкладывали по поводу сегодняшнего марафона. Я вложила это в ленту, в ленту инстаграма по марафону трехдневному. Мне же не нужно его архивировать, я конкретно его удалю, потому что там же даты, они будут не объективны. Правильно? Смотрите, знаете, когда мы удаляем фото, оно у вас заархивировано, его не видят люди. Оно у вас просто будет в архиве. Понимаете? Нет, оно незачем там в архиве, оно же неактуально уже будет. Его не будет видно нигде. Его сможешь увидеть только ты, зайдя в архив. Все. А когда ты удаляешь фотографию, умная лента инстаграма говорит, ей это говорит о том, что что-то не так, что-то это будет как два шага назад для инстаграма. Но это то, что реально работает, это уже проверяли. А сториз? У меня, например, вчера было три раза, я попробовала ролик, он загрузился, мне там не понравилось, я его удалила. Это никак не отодвигает меня. В сториз не имеет такое значение, как бы, а с постами это точно работает. Так, переключиться на бизнес-аккаунт. Что это нам дает? Когда у вас будет бизнес-аккаунт, у вас будет статистика. если просто личный аккаунт, вы ничего не увидите. Вот смотрите, открываю статистику, показываю страшные вещи, которые большая часть скрывает. Что нам это дает? Источники и взаимодействия. Это когда ваша активная аудитория посещает что-то. Смотрите, мы можем выбирать любой период. Я просто какой он выпал, я на тот момент и взяла. А там последние были несколько дней. Это с учетом того, что если я начну проверять, когда у меня были выложены посты, была вот эта активность. Видите, сининкие? То есть люди активные были в те дни, когда выкладывался пост. Когда поста не было, суббота, воскресенье, они вообще люди как бы не активны. Вот тот же охват 955. Это вот мы берем недельный промежуток. Недельный, да. Здесь идет у нас статистика сразу показывает в сравнении с прошлой неделей. Сколько? Плюс 740. То есть охват 955, показы плюс 1965. То есть общая сумма 329. Это не значит, что все увидели, это не значит, что все прочитали, но кому-то оно попалось на глаза. Вот для этого здесь нам нужны классные фотографии, потому что когда фотка классная, она по-любому цепляет. И личные классные фотки, особенно фотосессии, это 100% работает. На них всегда собираются больше лайков и больше всего. Так, вот теперь смотрите, подписчики. Прирост мы здесь можем увидеть, сколько подписались, сколько подписались, то есть 7 это разница, то есть 7 остались. 11 подписались, 4 подписались. Вот здесь мы это все можем видеть в графике. Это реально можно контент, можно действие, можно аудиторию. Вы сможете это все проверять, все это контролировать. Это тоже будет важно. Что мы еще здесь можем увидеть статистики? Если мы нажимаем аудитория, города, страны не сделала, наверное, ну да, там еще по странам тоже видно, какие страны подтягиваются. Вот большее количество из Москвы, Белгород, ну потому что то, что я указываю, в общем, то и подтягивается. Это опять-таки вот для чего наши хэштеги. Когда мы употребляем хэштеги, к вам приходит аудитория, которую вы хотите. Возраст тот диапазон 13-17, ну это скорее всего потому что мой сын и его друзья почему-то и подруги у меня тоже подписаны, иногда тоже смотрят. Им очень интересно, что в маленьком городочке у моего сына мама там постит разные штуки, поэтому девочки они реально этим гордятся. Вы знаете, когда ваши дети увидят вас в инстаграме, дети будут говорить о том, что у меня там мама супер какой-нибудь блогер, это вообще просто. Поэтому вот у меня эта категория есть, у вас она может не быть. Потом 19-24, потому что опять-таки что мы используем в хэштегах, вот активная часть 25-34 и 35-44, то есть это вот то, что за моим возрастом плюс-минус туда, понимаете? Поэтому как бы мы не плясали, кого мы хотим, мы вот будем исходить из того, кто приходит на нашу информацию, что мы несем, те приходят. Но помимо этого и 45-54 есть, и 55-64 и 65 плюс. Это когда говорят, что здесь только молодежь. Вот вам молодежь. Это из того количества у меня конкретно подписчиков. Так, теперь следующее. Пол. Говорят, что много женщин. Когда я открыла, я первый раз я была в шоке. не совсем поняла, думаю, откуда здесь вообще мужчины. 36%. Они тоже есть. Начнем с того, что дезодоранты мужские я рисую иногда в постах. Парфюмерную линию мужскую рисую. И те же масла для бани. Я помню, делала пост масла для бани. Через час мужчина позвонил, поехал, купил. Просто купил. То есть вы можете просто продавать и получать торговую прибыль. Вы понимаете, о чем я. То есть здесь не обязательно люди у вас регистрируются, но у вас появляются таким образом клиенты, которые покупают по клиентской цене, без каких-то ваших поползновений куда-то. Поэтому не надо пугаться, что только женщины здесь, мужчин здесь тоже более чем предостаточно. И здесь мы тоже смотрим, что информация интересна не только женщинам, но и мужчинам. Значит, нам здесь нужно смотреть. как бы это 36%, это одна треть. То есть одну треть информации мне тоже нужно писать о мужчинах, что интересно для мужчин. вот здесь мы будем уже смотреть, какой контент. Контент это ту информацию, как бы интересная информация, которую мы пишем к нашим фотографиям. Вот это тоже важно, подписчики. Вот часы, дни, это вот когда мы говорили, когда проводить эфиры. Вот смотрите, когда люди активные. То есть вот в ноль часов. В ноль часов еще они были активные, видите? в 3-6 они спали. Хотя здесь тоже может быть какие-то города и страны, которые с разницей от московского времени. Потом в 9 утра. Вот я замечала, что когда делаешь пост в 6 утра, он набирает больше лайков. Делаешь в 9 тоже как бы вот здесь тоже важно смотреть. Поэтому вот это нужно учитывать. В какое время? Я могу сказать, что классно заходят посты по здоровому питанию перед обедом. Когда очень людям уже хочется кушать, и вы в 11 часов что-то постите, и они даже хотят что-то купить прямо сейчас. И они заказывают именно в эти моменты. Когда вот здесь, знаете, все нужно продумывать. Почему составляют контент-планы? Берут прям месяц или хотя бы неделю и прописывают для себя, что мы будем писать каждый день, чтобы это цеплялось когда у вас уже написанный контент-план, вам так будет проще размещать посты и понимать о чем вы пишете. Но для себя если вы прорабатываете например, что вам нужно сделать за месяц, какой товарооборот. И вы это как-то для себя же расписываете. Я буду работать с тем, с тем, с тем, поеду туда-сюда, поработаю там еще где-то. Здесь то же самое с публикациями в Инстаграм. Часы. Воскресенье активные, суббота. Почему я говорила субботу? Люди отдыхают. Среда тоже менее активная. А понедельник, вторник, четверг и пятница прям очень активные дни. Но это опять-таки из тех подписчиков, которые у меня. Это то, когда люди активно просматривают, что-то ищут, что-то им интересное. Сейчас же очень многие, вот те, кто сидели дома, у кого не было возможности покупать. Они покупали через Инстаграм. В Инстаграм аккаунтах многие, кто занимались продажами, у них вообще обороты выросли во много раз. У меня многие люди начали заказывать через интернет магазин наш и регистрировались через интернет магазин, потому что там была доставка, потому что транспортная компания предоставляла в это время продукцию до двери. Это тоже немаловажно. А так как у нас мы из этого режима еще не вышли, у нас это еще все будет. Вот для этого нам нужно это все продвигать и делать дальше. Мне очень нравится вот эта фишка. Смотрите, скриншоты вы все умеете делать. Вот он, сейчас я вернусь, вам покажу, где это взять. Смотрите, вот Инстаграм визитка, видите, вот это? Вот если вы нажимаете на вот эту Инстаграм визитку, у вас появляется вот такая красота. Сначала появляется вот такое, здесь будет ваш логин. Вот если вы сейчас телефончик возьмете и нажмете на скан визитку, сканировать, вот здесь видите внизу, сканировать Инстаграм визитку, вы можете прямо нажать сюда, поднести свой телефон, прямо подносите телефон к визитке, к моей, нажимаете и ваш Инстаграм находит сразу меня. Вам такая фишка нравится? У меня на визитке идет. Я пошла. У меня сейчас здесь мой как VivaLive. Куда я должна экран? Юля, еще раз, что нужно сделать? Смотрите, берете телефончик, находите, сейчас я вам показываю, вот здесь, где у нас архив, статистика, то есть из вашего профиля аккаунта, вот отсюда, вот из этого аккаунта, мы нажимаем вот сюда, вот стрелочка, где три вот эти параллельные полоски, у вас появляется вот такое окошко, здесь есть Инстаграм визитка, нажимайте на нее. Да, там выплывает уяка. Вот, у вас выплывает ваше. Нажали. У вас выплывает ваше. Вы можете сразу сделать, сразу сделайте свое скриншот. А как его сделать, насканировать, нажать? Нет, свой скриншот вы делаете на телефоне, там, где у вас одна кнопочка выключать, и там, где звук больше-меньше. Нажимайте одновременно две кнопочки. А, ну, просто скриншот с экрана. Скриншот экрана телефона. Да, вы свой сейчас, вы сейчас делаете скриншот своей визитки. Потом вы умеете как его там меньше делать или как-то делать, но это у вас останется в телефоне, то, что вы сможете показать и как-то это отрезать, использовать в других соцсетях. Так, все-таки я не поняла, как сделать скриншот. Ну, просто как скриншот фото делать на телефоне, как-то вот то, что вам понравилось, вы как-то сохраняете на телефоне, чтобы это расщелкнуть, и оно у вас сохранилось. Это называется скриншот. Вы это каким образом делаете? Нажимайте на две кнопочки. А куда теперь это ушло? Это у вас сохранится в галереи в скриншотах телефона. Так, и далее мы теперь Свои сделали? Скриншоты у всех появились свои личные? Да. Ну, ты имеешь в виду что у нас появилось все. То есть, если вы все сделали так, как я вам говорю, у вас, вот у меня Юлия Сафонова один, а у вас появилась с вашим логином. Здесь просто нет, знаете, как вот эти скриншоты, как на всех товарах. Я очень умная. Где вот этот появился? Скриншот у меня получился. Куда он ушел? Это вы потом откроете в телефоне, там, где у вас фотографии хранятся, Татьяна, и там увидите. В галерее? Да. Медиа, в медиа. Так, теперь смотрите. Да, да. О, нашла в галерее. Юль, нашла отлично. Отлично. Теперь делаем следующее. Каким образом вы это сможете применять и научить других, чтобы люди сразу хоп, и вас нашли? Вот теперь вы дальше Инстаграм, вот здесь ваша надпись, логин, да? Видите внизу сканировать Инстаграм визитку? Нажимайте на нее. Так. И подносите к экрану, чтобы оно захватило вот этот мой квадратик, где написано Юлия Саконова 1. А, да, ну дальше что? Оно находит меня. Ну, интересный момент. Круто. Игрушка какая. Все, нашла. Подписаться, все понятно. Теперь вам, вот смотрите, как вы это можете использовать? Я почему вам показываю два варианта? Если вы нажмете вот здесь на цвет, у вас появится вот такая еще с мордашками. Тут уже от вашего настроения зависит, какую вам использовать. Вот такую розово-сиреневую или со смайликами. Это фишка для тех, когда мы не можем найти, когда у нас сложный логин, мы можем использовать, вы его просто берете, обрезаете и используете в какой-то сети и говорите, вот у меня сейчас, вы можете использовать этот скриншот и ссылку. Вы можете лично общаться с человеком и сказать, ой, давай, мы же все в темпе вальса живем, правильно? Нам всем некогда, нам негде писать, вот что упрощает Инстаграм. Вы быстро ему открываете свою визитку, он вот так вот вы ему показываете, сканировать Инстаграм визитку, он своим телефоном на ваш телефон наводит и находит вас в Инстаграм. Да, забавно получается. Сейчас сделали вы это примерно поняли, запомнили, как, где это и что сделать? Мы уже сделали все, Юля. Да, в принципе поняли? Да. В общем, это два варианта, либо тот, либо тот. И главное, подписаться можно. Конечно. И посмотреть профиль. Да, забавно. игрушка. Это самый элементарный способ, как быстро человека туда подтянуть. Потому что вот у вас сейчас самая главная цель набор подписчиков, чтобы у вас было большое количество. Поэтому вы будете ссылки в контакты рассылать своим знакомым, своим клиентам, своим родственникам. Пусть наблюдают, потому что родственники вас не слышат. И когда вы будете прямые эфиры с кем-то проводить, они услышат не вас, а другого человека. Понимаете? Они захотят купить не у вас, а благодаря тому человеку. Так, следующее. Так, вот оно. Это моя красота, которую я пока скрины делала вам на воскресенье, так и не опубликовала. Это был, у меня только сторис ушел. Это был мой мохито воскресный, и я решила вам его использовать, показать. То есть, смотрите, как мы делаем посты. Возвращаемся к нашим баранам. Вот это, смотрите, открывайте мы, давайте начинаем сначала, да? Вы можете нажать либо на вот этот домик, это то, где домик, когда мы нажимаем, мы видим ленту, на кого подписаны. Запомнили, да? Вот этот крестик внизу, посередине, это то, каким образом нам загрузить наш пост, то бишь фотографию и текст. Нажимаем на крестик, мы сейчас не будем публиковать, мы будем практиковать, потому что пока не попробуем, мы дальше не сдвинемся с места. я надеюсь вам визитки понравились. Да. Так, нажимаем, переходим. Вот смотрите, вы нажали на вот тот крестик, у вас появляется, ну это у меня то, что было у меня, вот это, то, что я вам говорила, можно загрузить несколько фотографий. Вот у вас появляется галерея, давайте тыкать пальчиком прямо сейчас. Смотрите, вы нажимаете на, сначала на вот эти, видите? Да. Вот они как бы один на один квадратик наложены, нажимаете сначала на вот этот квадратики, у вас появляется галерея, нажимаете на несколько фотографий сразу. Получилось? Все выбрали несколько фоток сразу? Юль, тут написано до 10 фотографий, то есть 10 фотографий просто до 10 фотографий мы можем, то есть смотрите, если у нас можно и две, можно три, то есть можно больше одной, от одной до десяти. Потому что что интересно можно там использовать? Можно скрины делать отзывов людей на разные тематики или по одной теме, там по тому же артишоку, но от разных людей. Понимаете, да? Можно какой-то один продукт, но с разных сторон. Можно туда загружать и видео маленькие, но видео до десяти секунд буквально. Маленькие, прям маленькие видео. И видео, и картинки. То есть мы их выбрали. Юль, маленькие это сколько? По-моему, до десяти секунд, Жанет. По десяти в общей сложности? Юль, до десяти в общей сложности? Нет, одно должно быть до десяти секунд, тогда оно точно войдет, потому что оно потом даст его обрезать. Вот почему методом тыка начинаем пробовать, не бойтесь, ничего ужасного не произойдет, поверьте мне. Вот вы видите теперь, да, вот здесь я вам стрелочками указываю, то есть это не активные, а те, которые синенькие, это то, что мы выбрали, те, которые будут в публикации, причем они стоят под номерами, вот первое, это будет, первое не сфот, а, ну первая вот она как раз, первая вот у меня выбрана, и потом будет следующая, вторая, третья, четвертая, пятая, то есть они будут, вы вправе выбирать, какую вы, где хотите их тыкайте там по своей галерее, они у вас будут под теми номерами идти, как вы их выбрали. Так, потом дальше нажимаете далее, у вас появляется, вот рассматриваем картинку один, смотрите, видите цвет, это нормальный, то есть то, как оно у вас было сфоткано, что значит обработка, можно обрабатывать специальные фотографии, программы фотографии, можно их немножко подчеркивать цветом, здесь уже готовы есть фильтры, и оно вам предлагает несколько вариантов, вот я вам сравниваю три картинки, первая, вторая и третья, первая, это то, как мы загрузили, второе, если вы нажимаете календон, вот пробуйте, оно на первой фотографии, вот видите разницу в цвете, второе, оно уже ярче, третье, это я вот специально выбрал, такой черно-белый, мутненько, оно просто черно-белый вариант, поэтому вот здесь вы уже выбираете, либо оно будет блёкленькое, ну как бы красивенькое, но блёкленькое, либо оно будет ярче, потому что яркость она будет привлекать, а то, что нас привлекает, заставляет людей остановиться, посмотреть, почитать, что там вообще написано, и черно-белое, которое вообще никак, но здесь вариантов много, вы можете по всем пальчикам потыкать и посмотреть, то есть вот я вам рекомендую потыкать, пока вы не нажали слово опубликовать, оно никуда не уйдёт, это пока оно у вас в режиме разработки проекта, попробовали сейчас? Да, да, интересно, да, Юль, это мы говорим про ленту, правильно, про пост, про ленту, да, а в сторис, в сторис, я решила сторис оставить на следующий момент, я когда начала это всё в кучку складывать, я поняла, что это будет слишком, мы давайте остановимся на одном, будем двигаться дальше, потому что это всё, всё сразу, это будет полная голова информации и ни одного действия, а у нас результат должен быть, поэтому давайте двигаться к результату маленькими шажочками, так, вот, я вам ещё хочу рассказать о вот этой красоте, SMM Planner, но, можете прям сейчас сразу переписать и потом загуглите, ну, в странице браузера знаете, где вбиваете вот это всё и у вас это откроется, что это такое, если мы, у нас есть один день свободный, мы себе придумали контент-план, мы можем сесть и на несколько дней прописать посты, выбрать время для публикации, то есть вы можете спать до 8-9 часов, а пост в Инстаграм без вас, SMM Planner разместит в 6 утра или в 6.30, как вы выберете, там будет уже фотография, будет написано, выбранная вами, которую вы выбираете, я понимаю, что это сейчас сложно для понимания, я просто, я тут, наверное, там можно вот такую готовку сделать одну или несколько? Там их можно сделать несколько, причём во все соцсети сразу, можно одно и то же, можно в каждую соцсеть разное, это называется автопостинг, он бесплатный, тут подключаете, вводите логин, пароль, но я не слышала, чтобы кто-то от SMM планера кого-то взламывали, никого не взломали, потому что этим до сих пор многие занимаются, и вот вы себе спите спокойно, или чем-то заняты, или куда-то уехали, а у вас, для чего автопостинг, потому что когда каждый день у вас есть какой-либо пост, вы у людей постоянно в ленте мелькаете, понимаете, если у вас там еще и разные хэштеги, кстати, хэштеги в инстаграм можно использовать до 30 штук, каждый хэштег это поиск, на который кто-то может прийти, подтянуться, кому будет это интересно, что мы используем, если мы пишем, например, вот у меня там витамин С, то, что это одно из последних, витамин С, витамины, минералы, здоровые дети, здоровый ребенок, там, болезни, или чем лечить, натуральный витамин, понимаете, из какой мы категории выбираем, и вот это нужно все продумать и прописать, если вы хотя бы там 3 часа потратите, вы 2-3 поста уже сядете, отработаете, все найдете, и уже у вас они будут готовы на 3 дня, то есть вам не нужно будет каждый день сидеть и придумывать писать, вы можете выделять время себе и делать сразу на несколько дней. А хэштеги самим вот так подбирать, придумывать? Да. По тематике. Инстаграм их не выдает. Понятно. SMM планер не выдает. Смотрите, в SMM планер вы подтягиваете те соцсети, которые у вас работают. То есть то, с чем вы работаете. Хотите одно... Ну вот в одноклассниках, я вам честно скажу, мне не понравилось, он куда-то уходит, и его люди почему-то вообще не видят именно через SMM планер. Поэтому туда лучше загружать вручную. А Facebook, Instagram, ВК, вообще отлично все публиковалось. Вы там выбираете время, день, загружаете туда фотографию. Но это вам как, знаете, когда у вас будет возможность, вы просто вбейте, откроете и посмотрите. Там есть две группы. Если вы вступаете в сообщество в Facebook к ним, к SMM плану, я думаю, от этого ужасного ничего не случится, если вы вступите в сообщество ВК и в Facebook в SMM планах. Во-первых, вы там сможете узнавать новости, во-вторых, это вам дает, плюс бесплатные публикации. У вас есть 100 бесплатных, вот видите, написано 100 постов. Они бесплатные, вы за это ничего не платите. Там еще есть такая фишка, когда можно хэштеги прятать в первый комментарий, то есть оно будет тут же публиковать пост, и все ваши хэштеги, чтобы они не в посте были, а были в первом комментарии, спрятаны. Тогда этот пост будет как бы, там начинают комментарии писать, они уходят, как бы растворяются, уже не настолько привлекают внимание. И как бы иногда это некрасиво смотрят. Игорь пишет, что семьи всего бесплатно. Вы знаете, если честно, я давно уже не чем-то отличается, если я это закачаю на Агренхамп? Раньше он был полностью бесплатный, давал постов, надо посмотреть. Юля, а чем-то отличается, если загружу в кампе и в телефоне, там есть какая-то разница или нет? В телефоне будет плохо, видно. Ты что имеешь в виду? Загрузишь что? Фотографию, пост сделаешь, Жанек? Разницы я не видела. Я могу только сказать, что у меня первая тысяча подписчиков была набрана через СММ планер, я публиковала, потому что я тогда категорически отказывалась от телефона с интернетом, чтобы он меня не парил постоянно. Бывает, что там по тому же зуму, что мы не можем с телефона с программ закачивать. То есть любой телефон поделиться. СММ планер лучше делать с компьютером. Сложности разница между компьютером и телефон. Очень маленькая будет, очень неудобно. Потому что если ту же фотографию на конве, например, можно через телефон обработать, ту же надпись сделать, но на компьютере это более наглядно, более видно. Все понятно. Поэтому с СММ планером лучше через компьютер ноутбук работать. Так, но по конве вы уже все в курсе. Там вообще знаете, что я делаю? Я в конве выбираю пост для Инстаграм и там уже делаю фотографию. Когда я сделала фотографию для Инстаграм, я уже ее начинаю раскидывать через все те же самые. Я понимаю, что они уже тогда неактуальны, где-то можно чуть-чуть цвета добавить, можно сделать либо их разные уже, но я имею в виду в том размере, который для Инстаграма, потому что тут в принципе можно несколько вариантов использовать. Ну, попробуйте. Вот честно надо будет посмотреть. Раньше он был вообще бесплатный. Там платные были, если только вы загружаете там про-версия, если загрузка видео и так далее. Если обычный пост, оно было бесплатное и 100 постов на месяц далось. То есть вы их используете как хотите. Так, теперь вот делаем до завтрашнего дня, до 10 часов пост на тему, что я люблю делать летом. Это как раз для того, чтобы разбавить все, что у вас там есть на данный момент. так, потом загружайте фото, это вы уже поняли как, либо лето, ну, чтобы это было летнее, чтобы это соответствовало, потому что, когда мы в Инстаграм, например, там будем сейчас загружать фотку где-нибудь на снежном курорте на лыжах, когда это было зимой, ну, как вы понимаете, не совсем актуально. Ладно, когда вы там в купальнике и где-то в Швейцарии в данный момент находитесь, это да, это можно использовать, но когда это было сделано летом, зимой, и вы это публикуете летом, это не совсем интересно, не совсем соответствует, поэтому я здесь дописала, что зелень, море, либо старую какую-то, выбирайте фотку на море, там, вот как мне нравится летом отдыхать, там, там-то, там-то, ну, понимаете, да, на что примерно хотя бы, напишите любой текст, выбрав фотографию обязательно с собой, где видно вас хорошо, не где-то там далеко вы сидите, чтобы это лицо ваше было видно, пусть хотя бы там во весь рост на фотографии, но чтобы это было видно, и обязательно текст. А может сделать как раз вот то, что ты нам показала нам, да, там, несколько фотографий, засчитаем, за выполнение. Можно сделать несколько и попробовать как раз, и попробуйте их как раз обработать, обработать вот теми фильтрами, чтобы оно было поярче. Потом, смотрите, в конце, да. Можно еще вопрос, Юль, а лучше, когда, ну, по крайней мере, когда мы выкладываем пост, я нам, например, сделала 4 фотки, пост, то, естественно, фильтр один и тот же накладывать, да? Один и тот же, А то название должно быть фильтра, Будет один фильтр для всех четырех, потому что когда пальчики... Нет, а если вообще мы говорим о ленте, да, то лучше чтобы в одном стиле было, чтобы придерживаться одного стиля, мы выбираем один и тот же фильтр, да. Но вот для меня придерживаться в одном стиле, это вообще не для меня. Я не могу, когда это вот мне надо все ярко как покупайчику, потому что для меня яркие краски, это то, что поднимает настроение. сложно, я имею в виду... Ну, допускается, да, если меняться будут фильтры, допустим. Это допускается, если я буду менять фильтры, не будет это там, то есть сам инстаграм, умные ленты, все остальное не будет там считывать. нет, это не влияет, это будет влиять только на визуальное, на визуальное вот выстоятие твоей странички и все. Понятно. Юля, почему до 10-ти-то? Когда же это сделать, фотографии-то? Найти старых. Ну, какие-то фотографии делали, какие-то были, у вас же не все фотографии выложены уже где-то в соцсетях. Найдите фотографию, которая вам нравится, которая сделана летом. Не обязательно фотку сделать прямо сейчас. Не знаю, с моей мордой лица вряд ли. Не знаю. Татьяна, я вам могу сказать, тут знаете, это про комплексы мы проговорим в следующий раз. Я очень многих смотрела и слушала, я тогда поняла, что я вообще очень красивая и очень умная. И вообще у меня все отлично с дикцией. Поэтому, знаете, наши тараканчики можно засунуть куда-нибудь подальше и заниматься раскруткой своего инстаграма. И не париться. Юля, у меня последний про возраст в том числе. Юля, Юля, у меня последний пост там в желтом сарафане. Это же уже лето. Вы анархитируете потом. Нам же показали, как это делать. Не переживайте. Не надо рахивировать. Мы сначала это должны публиковать, чтобы вы были. Вот вы для себя. Вы себя выставляете. Мне понравится. Ой, знаю, какую фотку сейчас я сделаю. Татьяна, я вам скажу, все фотки, которые я выставляю, мне ни одна не нравится. А что делать? Глаза закрываю и тыкаю пальцем выставляю. Ну, а что делать? Не парьтесь. Так, смотрите, самое главное. Я вам думала, думала, как вам донести. Вот, вы это потом сможете тоже удалить, поэтому мы просто это проработаем и все это увидите. В конце, когда вы напишите какой-либо там текст, это не важно, три будет предложения или десять предложений, просто вот выразите эмоции. Вот то, что актуально сейчас, жарко, но это должно быть не в негативе, а в позитивном ключе идти. Потому что негатив мы вообще убираем из соцсетей. Если мы говорим о том, что мы привлекаем людей, то вы должны быть зажигалками там все время, понимаете? Они, как мне плохо, как я вообще плохо выгляжу, да я вообще отлично выгляжу. И я не буду говорить, сколько у меня плюсы. Я уже набрасываю, Юль, я уже набрасываю текст. Татьяна, вы вообще их пишете отлично. Это я даже не сомневаюсь. Потом, смотрите, в конце вы указываете собачку, пишете мой вот этот логин и делаете пробел. А, еще самое главное, смотрите, когда мы хотим, чтобы нас увидел тот человек, то есть, если вы сделали вот все правильно, я увижу ваш пост. Я вот это хочу проверить, потому что у нас будет очень много всего, когда мы делаем пиар друг другу, когда мы кого-то куда-то приглашаем, мы не можем вот с этим отработать, поэтому я решила сначала вот это попробуем, а потом уже будем к сторис двигаться. Вот если мы печатаем собачку, там нет никаких пробелов, идет собачка и сразу идет логин человека. Циферка там, там нет пробела. Если вы печатаете хэштег, сейчас, секундочку, Татьяна, сейчас расскажу, если вы печатаете хэштег и там сделали пробел, все, это у вас уже разорванный хэштег. Это то же самое, если мы пишем VivaSan и сделали Viva, сделали пробел и Vassan ушло, у вас нет уже полностью всего слова, поэтому вот и в этих хэштегах здесь очень важно. пробел мы не оставим. Вот смотрите, вот собака Юлия Сафонова 1 и без правила вот это Музы и Музыки. Нет, здесь мы делаем пробел обязательно, потому что оно тогда все сольется воедино. Поняла. мы делаем собака Юлия Сафонова 1 пробел 1 можно 2 рисуем этот хэштег Музы и Музыки 1 здесь тоже это все без... там в принципе большая буква по-моему не имеет даже значения, но давайте попробуем чай-буква да, И? Да. Мне кажется, там должно быть маленьким. Я это просто разделила чисто для нас. Вы это потом сможете отредактировать текст и удалить. Поэтому это мы смотрите, когда у нас все посты будут опубликованы, вот на данный момент это уникальный хэштег. Я не думаю, что под этим хэштегом уже где-то что-то есть. Цифра 1 означает первое задание. Вот все посты, которые будут опубликованы под этим хэштегом, вы даже открываете свой пост, нажимаете на вот этот хэштег Музы и Музыки 1 и вы увидите все наши посты, которые выложены под этим хэштегом. Вот я хочу... Сразу лайк всем. И сразу всем лайки прям подряд ставим. Я почему и написала отлайкать и написать комментарии. Мы тем самым друг друга просто поддержим, чтобы... Смотрите, вы опубликовали пост, на него никто не лайкает, никто не пишет комментарии, умная лента срабатывает и уберет этот ваш пост от всех ваших подписчиков. То есть ваши подписчики его не увидят. Даже если они на вас подписаны, это не значит, что они его видят. Как только будет активность, тогда сразу начинается... Как бы умная лента начинает срабатывать и показывать другим следующим вашим подписчикам ваш пост. Поэтому здесь почему важно поддерживать друг друга. И еще я помню, были на каком-то обучении, там рассказывали о том, что как только вы публикуете свой пост, вы можете сами себе поставить лайк, можете поставить вот там... Ой, сохранение еще не показала. Это там, где у нас идет сердечко, потом идет комментарии, потом идет вертолетик, который мы вертолетик, когда нажимаете, вот можете просто его хотя бы опубликовали пост, нажимаете на вертолетик и там будет загрузить в истории. Сейчас точно скажу, как называется. Юля, а пост прям писать с заглавием, что я люблю делать летом? Нет, это я просто тему написала, чтобы вы хотя бы... Это, ну, знаете, смотрите, это для того, чтобы разбавить, для того, чтобы начать о чем-то писать. Если сейчас мы начнем писать, и вы сразу начнете писать я такая-то, такая-то, а вы знаете, что у меня есть в Вивасан? Нет, понятно, текст на эту тему, правильно? Да. Все. Когда вы нажимаете на вертолетик, у вас появляется добавить публикацию в вашу историю. Вот вы сделали, сами себе поставили лайк, потом еще там флажочек такой перевернутый справа будет под фоткой и будет добавить публикацию в историю, если нажимаете на вертолетик. Это вертолетик, где его найти? Под фотографией, когда вы публикуете, откройте любую фотку чужую, откройте, там есть, там, где ставите лайк, у вас три значка, сердечко, круглешочек и вертолетик. А, вертолетик, да, есть такой. Вот нажимая, тыкаем просто на любой пост, тыкайте пальчиком сейчас на этот вертолетик. Да. Видите, добавить публикацию в вашу историю. Это у вас то, что идет в сторис. не вижу вертолета. Ну, мы же сейчас не с... Под фотографией, под левой фотографией, Татьяна, три значка, сердечко, круглешочек комментарии, что означает и вертолетик. слева под фотографией, а справа там есть флажочек. Вот если вы нажимаете на флажочек, это будет сохранить. Юля, это когда вы уже загрузили фотографию, да, я так поняла? Татьяна, это Роман, зайди мне свою ленту. Любая, которая у вас сейчас есть, откройте. Я тут не то делаю, поняла. Свою ленту зайди. Свою ленту. все дела теперь. Да. И любой пост, который у вас есть, причем я некоторые старые посты, когда там есть информация та, которая в принципе может быть актуальна, вы можете любой пост, даже старый, кидать в сторис. Да, Татьяна? Все, теперь повтори, пожалуйста, сразу, а то я тут искала и вся была в этом. Какого момента? С самого начала? Вертолетик я нашла, вот для чего флажочек? Нажим флажочек, это сохранение. А, Вертолетик, если нажимаете вертолетик. Нажала. Опубликовать в историю. Вертолетик, в смысле самолетик. Вертолетик в смысле самолетик. Как из бумаги раньше делали в детстве. Поэтому непонятно было. Да? Юля, а я нажала на этот самолетик, вертолетик, а у меня вышло все мои, как бы, подписчики. У вас идет самое первое над всеми подписчиками. Опубликовать в истории? Нету. Это есть, Таня. Там написано добавить публикацию ваш. Вот это и есть, наверное. А, все, поняла. Отлично. И дальше здесь ваши истории, близкие друзья, получатели. Что теперь? Ваша история, это то, что будет опубликовано в вашем сторис. если у вас нет группы, которые у вас выбраны в близкие друзья, просто есть те, которых большое количество подписчиков, они выбирают там, ну, кого-то близких друзей, и они будут видны только этим людям. Если у вас таковых нет, вам для всех, тогда просто выбираем обычные. Ваши истории, да? Да. Сегодня истории будем всех смотреть, а завтра посты. Вот смотрите, вы можете даже сегодня это опубликовать, но в принципе, я вам скажу, ночью уже как бы сейчас, уже будет поздно. Вы можете подготовить где-то текст, сохранить себе. Вы можете подготовить, откорректировать, фотку, и завтра можете в 8-9 часов выложить. Выложили, сразу пишите, или делаете, как делать ссылку, вы уже поняли, на фотку, то есть вы опубликовали пост, вы на него нажимаете на фотку, вверху справа три точечки, и там будет ссылка. Сейчас, сейчас скажу, как оно точно называется, досконально. Копировать ссылку. Вы берете, копируете эту ссылку и вставляете в наш чат «Музы и музыки». Опубликовала пост, задание один. Все, нам уже всем понятно, что можно проходить и ставить лайки, писать комменты. Потому что, смотрите, активность в первый час после публикации очень важна в течение часа. Чем больше вам откомментируют, отлайкают и сохранят посты, тем большему количеству людей покажет ваш пост. Юль, а я вот тут вот, смотри, что сделала. Взяла и начала там писать, вот я фотку сделала козье масло, где у меня с козой, да, и сразу написала «Крем козье масло». И хочу уйти отсюда, да, а мне пишет «сбросить, остановить, оставить». Да. На что нажать? Если вы сбрасываете, оно у вас удаляется, потом будете начинать сначала. А если оставить? Ну, если оставить, вы дальше в Инстаграм никуда не сдвинетесь. «А что тогда сделать?» Сбросить. Сбросить? А, и лучше заново всё сделать, да, потом? Я себе тексты пишу в ВК, сама себе. Это меня ребёнок научил, что оказывается, можно в ВК саму себе писать сообщение. Вы можете на компьютере сесть спокойно, написать, самому себе, самой себе отправить. Потом с телефона зашли, фотка готовая, текст готовый, скопировали, всё вставили. Там точно так же, когда вам нужно текст писать в Инстаграм, пальчиком удерживаете, у вас появляется «вставить». Вы вставляете текст, у вас уже всё готовое, и вы публикуете. Причём, смотрите, когда ещё публикацию делаете, вы можете подтянуть город, который вам необходим. Геолокация – это то, что… Ну, начните сначала подтягивать то, где вы живёте. Давайте пока не будем брать все остальные города и страны, потому что тогда умная лента Инстаграм просто сойдёт с ума. Поэтому давайте пока там, там, где живём, можно даже какие-то места, где большое, там, больше людей, там, или какую-то, ну, лучше просто хотя бы город выбрать. У вас всё равно люди будут подтягиваться из этого города. до сих пор никто не звонит. Так, геолокацию вы подбираете город, ставите обязательно, что ещё? Ну, отмечать себя я вам потом расскажу. Там, в принципе, можно отмечать себя и можно отмечать ещё кого-то. в общем, много всего можно делать. Это, да знаете, впихнуть невпихуемое, я поняла, что нельзя. Поэтому я решила пока остановиться на этом и сделать первый шаг. Получить результат и потом будем двигаться дальше. Вам чуть-чуть как-то прояснилось сегодня или нет? Ёль, спасибо огромное. Всё прям как, знаешь, протёрли стекло, вот мутное. Всё до такой степени стало понятно. Ты умница большая. Огромное спасибо. Я рада. Спасибо, Любля. Так что завтра мы, все, кто выкладывает сегодня и завтра, то есть до 10 часов, позже уже всё. Уже зачитываться заданий не будет, девочки. Поэтому... ладно, Юля, точно. Так вот самое сильное наказание. У нас везде одни задания. Все должны. Девочки, исключение отписка. Хуже быть не может. Девочки, почитайте мой пост «Хочу» или «Должна». Как раз на эту тему. Да, да. Вот у меня есть в Инстаграм, в Фейсбуке, так что рекламирую. Вы просто вот смотрите, вы поймите, что у нас в России, вот представьте только себе, 40 миллионов. и это как бы только малая часть, потому что по прогнозам каждый год прибавляется несколько миллионов. Вот как вы думаете, из этого количества можно найти людей, которым будете вы интересны? Потому что интересно же не только, как мы выглядим. Понятно, что там те, которые суперкрасотки, модели, они уже собирали миллионы подписчиков. Причем я не буду говорить о количестве подписчиков. Я могу сказать, что многие те мои подруги, которые развивались дальше, в тот момент, когда я притормозила развивать Инстаграм, у них уже у всех больше 10 тысяч. То есть вот когда кто-то говорит, я не слышу. В районе пяти вам удобно будет? Тамара, мы вас слышим. Поэтому смотрите, если у вас есть там подруги и друзья, с ними тоже можно будет потом проводить эфиры. Причем парикмахеры, косметологи, массажисты, дельты, совместные эфиры, кто-то про йогу, кто про медитацию, кто веганы и так далее. Совместные эфиры вы будете просто обмениваться друг с другом. Но пока у вас 100-200 подписчиков, те, у кого 5-10 тысяч подписчиков, они с вами взаимодействия не пойдут, если это чужие люди. Если это ваши друзья, они как бы могут пойти к вам навстречу. У вас начнут подписчики прибавляться. Поэтому пока ставим себе цель на тысячу подписчиков и используем приглашение друзей, коллег и рассылка контактов. конечно, в пост. Пока Юля из тысячников ты у нас, так что приглашай нас в эфир, мы тебя будем приглашать. У меня подруга очень много. У меня подруга, которая занимается ногтями, я вам могу просто конкретный пример. У них салон и у них прямо онлайн запись. Не успевают постоянно, каждый месяц набирают мастеров, потому что уже открыли третий салон в Белгороде, потому что не успевают всех обслуживать. И у них нет рекламы, они нигде не рекламируются, у них только инстаграм аккаунт. И у них даже еще не 10 тысяч подписчиков. Понимаете? Поэтому то, что можно продвигать через инстаграм, большая часть продюжи... Не поняла? Человек какой-то, я... профессионально ведет инстаграм. Обычно салоны нанимают людей, которые делают профессиональностью. Она сама лично ведет. Она сама лично ведет, мы с ней переписываемся, она сама обучается, сама делает ногти в том числе, и руководит тремя салонами своими. Юль, это видео наше сегодняшнее, оно сегодня будет выстановлено в нашей музыке? Я не знаю, это мы у Игоря спросим. Это бы хотелось, потому что все равно половина, я вообще не поняла, я хотела бы просмотреть это спокойно, и тогда было бы лучше для меня. Но это мы сейчас у Игоря спросим, и тогда уже определимся, когда. Потому что вот это я вам уже скрин сделала, я вам сейчас вот это скину, домашнее задание, можно будет как бы уже для себя пересмотреть. Ага, сейчас попробую. А это хотелось бы посмотреть и спокойненько, потому что у меня тут трое детей. Я вообще планировала на час, но думала может быть даже 40 минут, а мы уже если что час 45. Девочки, давайте закругляться, наверное. тоже как бы поздно, поэтому... Инстаграм информации не могу сейчас говорить, давайте перезвать. Ну, Юля, все, мы на сегодня заканчиваем, завтра мы это все делаем, контролируем. Не за что. Большое человеческое спасибо. Огромное тебе спасибо. Юля, огромное. Юля, спасибо большое. Спасибо. Юля, а когда будет запись, когда можно пересмотреть? Я не знаю, сейчас мы Игоря спросим, как только контракт. Выложит ими, да. Спасибо. Юля, без воды конкретика. Спасибо, Юля. Все, спасибо вам. Спасибо, выходим давайте. До свидания, всем хорошего вечера. До свидания. Да. Да.